Две великие реки, Москва и Волга, в 30-е годы прошлого века были объединены каналом. Это одно из главных сооружений эпохи индустриализации нашей страны. И мы находимся именно здесь, в самом начале канала имени Москвы. Оцените красоту природы и величие человеческой мысли. Мы с вами находимся на Иваньковской ГЭС. Это самая большая гидроэлектростанция канала имени Москвы. Ее строили три года, а эксплуатируют уже 80 лет. И это два гидрогенератора. Это основа электростанции. Лопасти турбин этих гидрогенераторов вращают мощный напор волжской воды. Она течет прямо под нами. И так рождается электроэнергия. Канал имеет протяженность 128 километров и протекает в Москве, Московской и Тверской областях. Перепад уровней в районах гидроузлов позволил разместить 7 гидроэлектростанций суммарной мощностью 66 мегаватт. Строительство этого гидроузла началось в 1934 году. Только представьте, тогда на берегах Волги были вырыты два котлована, в одном из которых построили ГЭС и плотину, в другом шлюз и головные сооружения трассы канала имени Москвы. В северном направлении, впервые в СССР с применением гидромеханизации, намыли земляную плотину протяженностью более 8 километров. Иваньковское водохранилище стало самым крупным в системе канала имени Москвы. Его еще называют Московское море. Данное сооружение обеспечивает подпорный уровень воды для обеспечения бесперебойного безопасного судоходства по каналу имени Москвы и обеспечения города Москвы водоснабжением. Наша электростанция суммарной мощностью 29 мегаватт. Часть энергии распределяется для собственных нужд электростанции, часть передается на открытое устройство распределительное и передается в общую сеть Мостэнерго, которая использует для обеспечения электроэнергии шлюза и насосных станций канала имени Москвы. Вода – это возобновляемый природный ресурс, поэтому работа ГЭС не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и водоемы. Главный аргумент противников ГЭС такой. При создании водохранилища неизбежно гибнут растения и животные. Изменяется экосистема. Что же делать, если отказаться от строительства ГЭС нельзя? Каждый проект должен предусматривать экологическую компенсацию для такого района. Это может быть организация заказника, строительство рыбзавода, посадка леса.